Я же увидела, я не пробивала. Что вы увидели? Что вы увидели? Что вы увидели? Сейчас подойдет администратор. Зачем не администратор? Если вы отказываетесь мне пробивать, пишите письменный отказ. Что они будут писать? Вывести человека. Кто такой? Я? Покупатель. Ты что так разговариваешь? А тебе что? На каком основании разговариваешь? Пошли я тебе объясню, хочешь на улице? Давай, попробуй, попробуй. Ты как разговариваешь? У тебя какая разница, как я разговариваю? Большая, за базаром следи, дурак ты. Я отвечаю за свой базар, понятно? Я тебе голову сейчас разобью. Да ты что? Голову он себе разобьет. Вон, об стенку ударься. Так будем пробивать или нет? Или будем нарушать закон? Я же увидела, я не пробиваю. Что вы увидели? Что вы увидели? Что вы увидели? Сейчас подойдет администратор. Зачем не администратор? У меня нет никаких проблем? Хорошо. Помните. Что есть? Директора, сейчас они подойдут. Так, а почему здесь директор-то? Я знаю, с какой целью вы пришли сюда. В принципе. То, что вы знаете, мне неинтересно. Ну, возможно. Пробивайте. Если вы отказываетесь мне пробивать, пишите письменный отказ. Ну, что я не буду писать? Будете. Что нет-то? Вы для чего вообще здесь сидите-то? Просто так, что ли? Пробейте мне товар, и я ушел. Пробивайте товар. Где у нас этот? А Таня? А почему здесь Таня? Таня где? А почему здесь Таня-то? Татьяна, администратор. Так а почему здесь она-то? Зачем она мне нужна, Татьяна? Я Татьяну покупать не собираюсь. Вывезти человека, пожалуйста. Чего сделать? Вывезти. А вас не надо вывезти, а? Нет? Может, сама встанешь и выйдешь? Хорошо, выйдешь. Вывезти человека. Ты кто такой? Я? Покупатель. Ты что так разговариваешь? А тебе что? А вы на каком плане разговариваете? Пошли, я тебе объясню. Хочешь на улице? Давай, попробуй. Попробуй. Объясни. Ты как разговариваешь? Тебе какая разница? Большая, за базаром следи, дурак ты. Я-то отвечаю за свой базар, понятно? Я тебе голову сейчас разобью. Да ты что? Голову он себе разобьет. Вон, об стенку ударься. Зачем лишь на это? Ну так зачем скандал-то поднимаем? Так вы же поднимаете. Я поднимаю? Да ты сейчас сидишь, поднимаешь скандал. Ты мне не пробиваешь товар. Если бы я тыкнул, то ты его почувствовала на себе. Понятно? А ты мне неинтересна, чтобы тебя втыкать. Не в моем курсе. Товар пробиваемый, все, я ушел. Товар пробиваемый, я ушел. Зачем мне директор? Причина? Нет-то причины. Я? Если я нагрубил, вызываем сотрудников полиции, и все. Ничего пока не пробиваем. На основании? На основании чего мы будем сейчас это пробивать? Значит, пишите письменный отказ в пробитии товара. Я отказ не буду. Пиши письменный отказ в пробитии товара. Надо мне тыкать. Тыкать? А ты почувствовала на себе, что я тебе тыкнул? Ну, вообще-то да. Да? Каким образом? Каким образом ты почувствовала на себе? Я вам на вы говорю. И что дальше? В данный момент так же нет. Да? А ты уважение заслужила? А вы заслужили уважение? Ты уважение покупателя еще пока не заслужила, чтобы на тебе на вы обращаться. Давай, вызывай. Вот такая, прям вообще хитрая такая, умная пришла. Так, прибавим товар. Я уже вам ответила. Что вы ответили? Не слышу ответа. А вы в ТикТок снимаете? Да. Да? Только в ТикТок не выкладывайте, ладно? А то меня там не любят. Я там не живу. Меня там не любят в ТикТоке. В Инстаграме тоже меня не любят. Я живу на Ютубе. Где вы сидите? На Ютубе. На Ютубе? А какой у меня канал? Ну, догадайтесь. Ну, я-то свой канал знаю, какой у меня. Я тут знаю. Ну, какой у меня канал? На который вы снимаете. На какой? На классе. Какой? На который вы снимаете. Так, а какой канал-то? А пока надо. Покажите. Вы не работаете, Каши? Нет, не работает. Ага, нет. А потому что девушка решила тут посидеть просто и все. Сколько детского питания? Не знаю. Два. Два стопа. Сиди, а можно никого им написать, пожалуйста? Встали, пока нету никого. Сколько детского питания у вас прошло? Клуб Патриот. Две штуки. А почему здесь Клуб Патриот? Ну, вы же вместе. Причем здесь Клуб Патриот? Давай детское питание сейчас это, оно пробито. Делаем возврат на него и берете две светлые. Зачем мне возврат делать? А что вы хотите? Просто купить, а ребенка накормить. Просрочно. Конечно. Меня товар устроил. Меня цена и качество устроило. Меня цена и качество устроило, гражданка. Вы себе предлагайте, мне не надо ничего предлагать. Вы можете своим родственникам предлагать все, что угодно. Мне не надо ничего предлагать. Я сам разберусь, что мне нужно. А теперь вы знаете, да, что это? Что? Знаете, да, что это такое грозит? Вы знаете, с этими угрозами... А это не угроза, это 238-я УК РФ, часть 2-я, пункт Б. Кстати, я вам хочу сказать, что у меня другой канал, а не Клуб Патриот. Об этом вы узнаете в Ютубе. Хорошо. Ничего хорошего. Нет, даже за представителем в этом ВД. Чего у тебя, Кира Батькович? Детское питание просвозит. Ну, я понимал, что они получат. Ну, смотрите, из моих рук. Из моих рук. Да-да, и дай, еще есть, ну что-то. Ну, хорошо. Вы еще пробили, вы еще. Молодой человек. Он адекватный, он не как управляющий. Я сотрудник службы безопасности, я с вами тут махаться не буду. Я понимаю. Они тоже разные бывают. У вас там кассирная-то какая-то сидит неадекватная. Да бог с ними, с кассирами. Как я понял, они, да, должны были еще вчера получить задание. Прибраться, но прибраться, но прибрались все равно. Ну, есть еще. Я могу даже больше сказать. Я увидел, попросил его купить. Есть большое подозрение, да, что вот эти вещи, они когда-то уже были сняты. Но, ну, не эти именно вещи, а подобного рода вещи, потому что, видите, их как бы немного. А когда... Спереди, считай, их много стояло. Они прибрали тут, когда вы сначала, но полностью не было времени. Смотрите, они, как могло вот это, допустим, мазить? Как, ну, просто это практика и опыт. Насчет конституции, да? Я в курсе насчет неприкосновенности частной жизни. Почему молочи от меня снимают? Потому что вы находитесь в исполнении. Подождите, подождите, неприкосновенность частной жизни никто еще не отменял. Почему вы меня снимаете без моего согласия? У вас она дома, неприкосновенно частная жизнь дома. Почему вы снимаете меня без моего согласия? Вы находитесь в общественном месте. Пожалуйста, выключите. У вас здесь нечастная жизнь. Выключите свои камеры. Выключите свои камеры вонте, которые висят у вас. И это должностное лицо. Минутчик. Вы представитель из дома. Я должен быть должностное лицо. И вы на этом основании меня снимаете? Конечно. Ничего подобного. Объясняем дальше. 29-я статья Конституции, часть 4. Абсолютно любым законным способом... Можно я вас... Да минутку, подождите. Абсолютно любым законным способом... Я вернусь. Что вы... Я положу... Абсолютно любым законным способом позволяет собирать информацию. Сегодня он мой видеооператор. Он фиксирует мой с вами диалог в целях защиты законных прав и интересов. Вы... Мы с вами общаемся, беседуем. Но при этом вы нарушаете мое... Часто... Нет. Дома. Хорошо. Суд там, полиция, сами считаете, что мы что-то нарушаем. Нет. Полиция-то если не обязательно встреча, вы не переживайте. Здесь дело в чем? Почему? Сильно пьяным отказываем. Сильно скандален. Разве нет? Есть ли товар специфический, допустим? С мной сильно пьяным тоже хочется кушать. В принципе. Вы же не эксперты. Но дело сейчас не в этом. Смотрите, товар считается переданным покупателю. Сразу после момента... Молодые люди, я хочу сказать, что давайте не будем превращать все действия... Потому что это ни о чем мы не говорим. Да, это действия ни о чем. Превращаем все ситуацию в цирк. Давайте как-то с вами либо по существу, ну как-то... Цирк был бы, если бы мы сюда привели клоунов, то есть такая возможность, но не стали... Да, да, я вам еще покажу вот такое небольшое видео. То есть, вот смотрите, коротко... Можно довести любого. Да любой... Коротко. Вот я беру, совершаю акцент, да, согласен, с публичной офицей устроила цена. Я положил в свою потребительскую корзину и в телегу товар, передан покупателю. Товар передан покупателю, это говорит закон. Но я здесь, в этом отделе, сейчас, положив потребительскую телегу, совершил приобретение. Но у меня приобретение, а не покупку. Не покупку, а приобретение. То есть, я бы его приобрел. Но у меня, как у покупателя, кроме прав, есть еще обязанности. В обязательном порядке. Не пройти вот как к родунишке, по которым вы нам, я, знаете, рассказывали, да? А внести оплату на кассе торгового предприятия, так как магазин самообслуживания. Я обязан внести оплату на кассе. Вот смотрите. На кассе происходит только внесение оплаты. Вот такое вот видео есть у вас в интернете, где ваши сотрудники избивают людей. Кто из них может сотрудничать? Вот сейчас смотрите, смотрите, ваш охранник вот этот будет избивать человека. Охранник не является нашим сотрудником. Ну, а сотрудница что делает? Сотрудница ведет себя неправильно, я согласна. А, ну, вот мужчина тот... Понимаете, что ваш магазин, вообще, в принципе, отношение к покупателям неправильное? Согласна с вами. Вот мы теперь этим и занимаемся. Меняем в голове у сотрудников поведение. Это было два месяца назад. Но я, к сожалению, еще была не руководитель данного магазина. Вы понимаете, что... А дальше смотрите, что еще будет происходить от данного охранника. Ну, ну, что? Вот это, наверное, служба УСБ, это, наверное, можно интересовать, да, что-то происходит? Смотрите. Видите, да? За горло берет его, швыряет его. А сейчас еще ногой ему прилетело. Смотрите. Раз ему ногой прилетело... Это как вот такое отношение к людям? Бабайчик, да? Бабайчиков или кому? Нет, там у аксиистов прилетело. Вот как такое отношение к людям? И вы еще хотите, чтобы вам было нормальное отношение после такого? Меня не устраивает отношение к людям. Возьми пока интервью у Евгения. Ваших сотрудников, вашего персонала, вообще, в принципе. Я с вами согласна полностью. Во-первых, сотрудник Чёпа не является нашим сотрудником. Нет, мы в 90-х живем. Мы живем не в 90-х. Или в правовом поле. Вы слышите, что данный сотрудник не является конкретно нашим. А кем он является, интересно? Он же представился охранником этого магазина. Мы не даем им распоряжения. А сотрудница Дана, которая снимала, она до сих пор еще работает в магазине? Сотрудница работает. А по какой причине она до сих пор еще работает? Она производила фото-видеосъемку в ее обязанности предотвратить административное правонарушение, которое происходило в магазине. На ее глазах избивали человека. Как мужчина, на ваших глазах избивали мужчину. Что вы делали? Снимали в этот магазин? Я? Я борознял бы. Во-первых, того, кто напал, я бы залил его перцем. Если бы он еще на меня напал. То есть кто-то снимал? А сотрудница ваша, наоборот, снимала. И смеялась над этим. Ну я не видела, что происходит. Зато я полностью просмотрел это видео, и я очень хорошо все видел. В магазин мне понравилось, что пришли активисты и начали снимать просрочную просрочку. То есть тут дело произошло в том, что, да, ну... Вот против. Вчера продали детскую просрочку. Прошли и вот здесь. Был чек, было пол телеги детского питания. Вместо того, чтобы принести извинения или еще что-то, сначала нажали кнопку вызова ГБР. Непонятно зачем приехал ГБР. То есть нарушили права потребителя, но потребителя еще и ГБР вызвали, наверное, рассчитывали там запугать. Но, естественно, я не школьникам. Меня тоже сейчас решили запугать. Сейчас сказали, ваш директор сказал, что сейчас приедут нужные люди. Она решила меня припугнуть. Какой директор? Директора нет. Ну вот, которая сейчас в сервисе, или замдиректора. Она меня решила припугнуть. Это все было записано. Ну, интересно. Да. Очень интересно. Давайте по существу. Что вы хотите? По существу мы просим поработать с вашим персоналом. С нашей стороны приняты меры. Это все, вы сами прекрасно понимаете, все не делается по мгновению пальцев, по щелчку. Во-первых, люди, к сожалению, не находятся тоже по щелчку пальцев. Я не могу вот так вот из кармана взять и достать адекватных сотрудников, которые будут бежать еще что-то. Не надо. Надо просто взять и отстранить людей на рассмотрение, соответственно, пока у вас идет проверка. Я вам уже сказала, что... Пускай сидят дома без оплаты труда. Отлично. За это время на место этих людей мне тоже надо найти людей... Вот и пускай сидят дома без оплаты труда. Подумай. Я вам еще раз говорю, что люди, если сидят дома, то, понятно, они сидят бесплатно. Но они почему-то работают. Но на их место мне тоже надо найти людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok